Я вот смотрю на монитор, где сняты кадры вашей предвыборной борьбы. Мне вспоминается вот та степень волнения и тревоги за судьбу России, когда вы были кандидатом. Та же степень осталась и ныне? Безусловно. Правда, вот добавилась колоссальная усталость от этой избирательной кампании. Я до сих пор не могу еще официально приступить к работе, потому что оказалось, чтобы выдать удостоверение депутата, нужно опубликовать протоколы всех участковых комиссий, а это, я думаю, с «Войной и мир» толщиной. Вот сейчас это все будет опубликовано, и тогда сразу же начинаем работать. У меня уже намечены и приемы избирателей, и практические действия сейчас по выполнению предвыборной программы. Но больше всего беспокоит, как начнет работать новая дума, что у нас будет с Россией в самом начале следующего года, куда она повернет, и мы сейчас пытаемся сделать все, чтобы не возникло никаких вот неожиданностей, никаких неприятностей вот с курсом вот этого огромного корабля России сейчас. Потому что нас всех беспокоит судьба нашего великого государства. Программа «Юг» выйдет в эфир после первого создания новой Государственной Думы. Уже будет ясно, 70 трампа, серьгам или кому-то чего-то не досталось. Ваш прогноз? Вы же мастер прогноза. Вы знаете, тут прогноз делать и легко, и трудно. Ясно, что в Новой Думе будет огромная роль коммунистов, потому что они провели уже минимум 140 человек и много сочувствующих им. Я с большой долей вероятности смогу предсказать, что почти наверняка появится фракция аграриев, то есть коммунисты явно и будут делиться. У них сейчас существует план создания третьей фракции, но я думаю, на три-то они не наберут депутатов, но то, что две фракции будет, это точно. Все говорят, что Рыбкин уходит в небытие. Я бы не рискнул, так сказать. Мне почему-то кажется, что несмотря на то, что блок Ивана Рыбкина потерпел сокрушительное поражение, сам Рыбкин не исчезнет с политической арены, и вполне возможно он будет претендовать на роль одного из руководителей Думы, если не председателя. Явно должна сформироваться, я очень надеюсь на это, фракция демократического направления к этому идет. И я почти уверен, что нам удастся договориться с другими политическими партиями, хотя бы небольшая группа будет, то есть я надеюсь, что будет выбор России, вот эти девять депутатов не в одиночку. Я очень надеюсь, что сейчас присоединится Федоров, Боровой, Хакамада, это практически все, кто по одному, по два, по три человека прошли в Думу. Дальше будет попытка формировать что-то в центре. Жириновский, я почти уверен, провалится со своими амбициями, почти уверен в этом. И дальше все будет зависеть от действий правительства. Я думаю, что... Какого правительства? Самое главное, подуть ли коммунисту о власть? Вы знаете, я опять-таки... Вот видите, вы меня подбиваете на самые такие глобальные прогнозы. И опять-таки вот... Самый рискованный же. Ну, так, слушайте, судьба правительства. И все равно, рискну еще раз предугадать, правительство не пойдет в отставку, правительство будет продолжать свой курс, судя по всему. Но вот насколько решительно, это покажет время. Мне кажется, вот, я пытаюсь поставить себя на место премьера, что надо посмотреть, кто руководит аграрным сектором. Тут возможны изменения. И я бы очень хотел, чтобы произошли немедленные изменения в Министерстве обороны. Так? Скорее всего, произойдут изменения в Министерстве иностранных дел. Вот это те ключевые фигуры, которые явно просятся на то, чтобы сменили. Видимо, уйдет Шахрай к этому времени из правительства, судя по всему. А Чубайс? Роль Чубайса, по-моему, возрастет. Вот видите, мы уже почти всех запрогнозировали, так что остается проверить. Остается проверить, да? Конечно. Но проверка временем самая главная, надежная проверка. Спасибо. Конечно, вам спасибо. Спасибо.